Всем привет! Вы на канале Аида Москва. В сегодняшнем видео я хочу рассказать, что нового, что интересного произошло в моей жизни, пока я не снимала свои видеоролики. Как вы все знаете, я в очередной раз хочу сесть на правильное питание. Или, как сейчас модно говорить, ПП. Так вот, но в этот раз я решила подойти к этому вопросу с умом. Я зашла на канал Ютуб и просто написала словосочетание правильное питание. И тут же я наткнулась на канал Флэш Лайф 28. Ведет этот канал Антон. Я так поняла, известный, известный фитнес, известный фитнес модель. Вот. И я посмотрела все его видео. Также Антон ведет свои курсы для начинающих по питанию, по фитнесу, по всяким там... Ну, я не знаю, как это называется на профессиональном сленге. Ну, по бодибилдингу. Это вот когда вот люди уже качают свои тела. Или, как он называет тело человеческой тушкой. Блин. Вот. Люди, которые качают свои тушки, доводят их до состояния атлетов. То есть, как вот... Ну, как Шварцнеггер, как там Сталлоне. Нет, ну, у меня, конечно, нет такой цели. Пока что. Одно нет. Да нет, нет. У меня нет такой цели бицепсы, трицепсы накачать. Ну, просто хочется красивое тело, конечно же. Чтобы пузяка не висела. Чтобы ручки вот так вот... Ну, видите, какие у меня дряблые ручки. Нет, блин. Вот видите, когда похудеешь, вот эта вот стучка дряблась. То есть, она эта самая... Она вот так будет висеть ещё больше. Она так ещё за счёт того, что тут ещё остатки жира есть. А так как я ещё, ну, не до конца похудела, она будет вот так, наверное, вообще как тряпочка висеть. Хотя многие спорят, говорят, что вот этот бицепс... Ну, по-моему, это бицепс называется. Бицепс, он не это самое... Ну, не женственно это вот так, когда вот так делаешь, и вот тут вот прям такая вот горочка. Но я считаю, что когда худеешь, немножечко эту часть руки всё-таки, конечно, подтянуть. Вот. Бицепсы. Вот. И это самое... Так, о чём это я сбилась с мысли? И вот этот Антон... Этот Антон снимает видео по поводу питания, по поводу своих курсов, по поводу всего-всего-всего. Нет, я ни в коем случае не рекламирую этот канал. Мы с Антоном даже вообще... Не знаю... Ну, вернее, он не знает о моём существовании, поэтому какая нафиг реклама. Нет, просто хочу сказать, что если я раньше придерживалась правильного питания, чисто от балды, как у нас принято говорить, «Ой, откажу-ка я от того-то, 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 того-то». И всё, это моё правильное питание. Вот откажусь от вредного, от гамбургеров, от чизбургеров, от всего. И это моё, типа, правильное питание. Но это неправильно, господа. Всё нужно учитывать. Нужно учитывать гликемический индекс, нужно учитывать калории, нужно учитывать, какие продукты вызывают инсулиновый всплеск в организме, а какие нет. То есть, благодаря вот этим видео, вот этого Антона, я поняла, что правильное питание – это целая наука. Это не просто «Откажусь-ка я от сладкого и мучного и жареного». Нет, этого мало на самом деле. Нужно знать, как есть, сколько есть, даже способ приготовления влияет на еду. То есть, к примеру, если, к примеру, как сказать, вот, например, мясо, да, если мясо, изначально куриное мясо, оно полезное, обварёное, на пару, это да. А вот если, вот многие считают, что гриль, гриль, да, можно на правильном питании. Но в то же время, например, вот, по правильному питанию еда не должна быть, не должна готовиться больше, чем при 200 градусах. То есть, возможно, как сказать, возможно, те, кто придерживаются диеты, им, в принципе, я так понимаю, можно питаться на гриле. То есть, тут, ничего, там действительно на гриле не так много катастрофических калорий, как, например, на сковородке с маслом, если вы пожарите. Но для правильного питания эта еда не подходит, потому что там, при 200 градусах, даже в гриле, даже без масла, уже вырабатываются эти, как сказать, серогены и прочая гадость. Я ни в коем случае не хочу превратить свой канал в, как сказать, в пересказывание видеороликов Антона. Это неправильно, это будет вообще как, ну, как воровство, как... Я просто высказала свое мнение по поводу этого канала, что мне этот канал нравится. И я обязательно в описании скину ссылку на этот канал, потому что я считаю, что вдруг среди моих подписчиков тоже есть люди, которые хотят начать правильно питаться и не могут найти свои видеоролики. Я ни в коем случае не хочу копировать его или пересказывать или еще что-то. Нафиг мне это надо. Просто просто так как мой канал тоже каким-то образом начал пересекаться с правильным питанием, и вот я решила вам подсказать, что есть такой канал про правильное питание. И он на самом деле очень полезный канал, и этот канал также пригодится для тех, кто, ну, я не знаю, если среди моих подписчиков такие люди, он рассказывает также про набор мышечной массы. Но у меня такой цели нет, у меня цель похудеть все-таки. Но некоторым, например, похудеть мало, кто-то хочет еще и это, ну, набрать мышечную массу. Это имеется в виду, что заменить жир, вот этот жир, на мышцы. То есть, к примеру, вот здесь мужчины, женщины, они весят так же, как толстяки, по 100, по 200 килограмм, но при этом они не жирные, они именно вот набирают мышечную массу. И вот он, я не буду, я в двух словах, в принципе, рассказала, о чем канал, но я не хочу пересказывать все видеоролики, смысл, это все равно, что там, посоветовать какой-то фильм, и тут же дать описание к этому фильму. Ну, ладно, про Flashlife 28 мы уже все, как бы, поняли, я вам все объяснила. Теперь, что касается меня. На правильном питании я сижу уже с 27 июня, ой, мая, мая, какого нахрен июня, мая. И вот сегодня уже наверное неделя с хвостиком, как я сижу на правильном, да, нет, неделя с хвостиком, неделя там и пару дней, как я сижу. То есть, это не так на самом деле много, и я ни в коем случае не хочу учить вас, как правильно сидеть на правильном питании, потому что у меня нет таких полномочий. Я еще не настолько опытный ППшник, чтобы учить вас, как правильно сидеть на правильном питании. Вот. Ну, я на самом деле тоже, в принципе, то же самое делаю. Я исключила сладкое, я исключила мучное, я исключила фастфуд полностью, то есть, чизбургеры, гамбургеры, ну, все, что твистеры, KFC, Макдональдс, все вот эту вот фастфудовскую еду, вот, потому что, ну, она, во-первых, там, во-первых, в этот фастфуд добавляют большое количество глюконата натрия, то есть, всяких там вот этих биологических добавок, которые вызывают пищевую наркоманию. Вот вы думаете, почему вот люди приходят в Макдональдс, там, в KFC, это уже известный факт, это уже доказанный факт, что туда добавляют такие вещества, которые вызывают желание вернуться обратно, и опять это снова, снова, снова кушать. Даже производили такой эксперимент, человеку закрывали глаза, брали обычную еду, там, какую-то, не знаю, там, как это, и сыпали на нее вот эти приправы, которые используют при гамбургерах и чизбургерах. В принципе, человеческому мозгу было все равно, что это гамбургер, чизбургер, он также испытывал кулинарный оргазм, грубо говоря, от всего этого, потому что в принципе, неважно, можно любое блюдо посыпать вот этими приправами, и мозг будет думать, ага, вот это вкуснятина, хочу еще, 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 вот, то есть, дело именно вот в этих вот приправах. Ну, что еще? Недавно у меня случилась небольшая беда с моим фитнес-браслетом, он перестал почему-то заряжаться, я уже отчаялась и уже думала выкинуть его, потому что он никак, ну, не алло, и вот где-то в интернете я прочитала, что нужно засунуть эти фитнес-часы в морозилку, якобы они заработают, ну, я думаю, что за хня, думаю, что за бред, и вот, и вот я беру эти фитнес-часы и засовываю реально их в морозилку, и они реально заработали, вот так вот, что только наши умельцы не придумают, вот, 16 июня я собираюсь на Урал, возвращаюсь, где-то в сентябре, наверное, я приеду в Москву, но уже со своим молодым человеком в гости к маме, вот, ну, так потихонечку, потихонечку, вес пока не очень хорошо уходит, но у меня нет пока такой цели, прям, похудеть, прям, хоп, и 40 килограмм, у меня нет такой цели, у меня даже, понимаете, вот, часто мне задают вопрос, а нафига ты сидишь на правильном питании, что тебе это даёт, вы, типа, вы своим правильным питанием хотите просто вызвать к себе внимание, типа, показать, вот, мы такие все фитоняшки, вот, вы, типа, вы, типа, ешьте, пейте свой алкоголь, ешьте, пейте, алкоголь, кушайте, всякие вкусняшки, а мы такие фитоняшки, вот, стихами я же заговорила, ну, зачем, типа, вам это, ну, ну, там, а ведь, правильное питание, это же не только, как сказать, это же не только понижение килограммов, сброс веса, правильное питание, это прежде всего образ жизни, это образ мышления, от того, что вы перестанете есть чизбургеры, гамбургеры, пить водку, пить пиво, вы от этого несчастнее не станете. Опять же, если возвращаться к словам Антона с каналов вот этого про фитнес, он там правильную вещь сказал, что еда это всего лишь топливо, еда это всего лишь материал, который помогает нам выжить, и все, не более, не больше, не меньше. А то, что там пытаются люди как бы повкуснее пожрать, как бы повкуснее, чтобы повкуснее, да, чтобы приправ там всяких понахреначить. Ой, я хочу в этот ресторан, я хочу в тот ресторан, ой, тут вот лазанья, тут вот торты, блин, пирожные, ого. Ну, сделать из еды культ, ну, тоже неправильно. Я не говорю, что нужно есть все подряд, там, на одних овощах сидеть, и на одной куриной грудке, нет. Но, в принципе, единственное, в чем я немножечко с Антоном не согласна, что правильное питание не должно, не может быть вкусным. Или я его не так поняла, не знаю. Но я считаю, что правильное питание, ну, вот мне вкусно. Я ем куриную грудку, мне вкусно. Я ем салат с овощиной, мне вкусно. Мне очень нравятся некоторые травы, которые можно вполне есть. Почему нет? Я люблю петрушку, я обожаю петрушку, я обожаю помидоры. Помидоры можно есть на правильном питании. Я прям фанат помидоров. Вот, так что, все, кто хочет, присоединяйтесь ко мне на правильное питание, будем вместе худеть, будем вместе заботиться о своем здоровье. Хочу вам пожелать, мои хорошие подписчики, здоровья, счастья, любви, мира, добра и всего самого-самого лучшего. Как и обещала, в описании к видео оставлю ссылку на канал про фитнес. Ну, так что, всех вас люблю. С вами была Аидочка Москва.